Добрый день, шановные глядачи канала Мастер Той. Далее буду разговаривать. Итак, время такое, отключение электричества. Всем нам не очень комфортно в этих условиях. Давайте поговорим на тему, как все-таки пользоваться светом в те моменты, когда электричество нам не подают. Я посмотрел всякие ютуберов и вообще с людьми поговорил, пообщался. И сейчас вы узнаете, что понапридумывали люди на эту тему и что предлагаю я. Значит, первый вариант это генератор. Ну, генератор, вы знаете, что это такое. Это двигатель внутреннего сгорания, плюс там электрический генератор и все это будет вам инвертор, все это будет шуметь, коптеть. Для города это не подходит. Есть еще один вариант, который сейчас пытаются рекламировать всякие интернет-магазины. Это резервный источник электроснабжения. А такие здоровенные дуры стоят тысячу долларов, может быть, больше, может быть, чуть меньше. Но суть в том, что сейчас это ихнее время. Они нам это пытаются тюхать. У вас есть тысячу долларов на это? У меня нет. Короче, проехали. Дальше, что еще? Солнечная батарея. Сейчас 11 ноября. Солнце было три дня назад. Тогда можно было добыть какое-то электричество солнечным, как говорится, через солнце. Но сейчас это практически невозможно. Как вы видите, солнечная станция вообще и, в частности, пауэрбанк, подключенный к ней, ничего толком выдать не может, как только перезагружаться. Вот. Поэтому добыть электричество в такие дни зимние мы просто не можем. На этом все. Дальше. Тут один красавец, не обижайся на меня, но ты красавец. Придумал взять две батарейки, значит, вот так вот сложить их. 69, он сказал поздно, да, так хорошо запоминается. Короче, суть в том, что здесь фольгой закоротили, а сюда, значит, этот самый светодиод. Понакупать таких 10 штук, разбросать по дому и балдеть. Ну, короче, если ребенок это найдет, ну, он может получить травму или ожог, а кто-то более умный, может быть, закоротит с обеих сторон фольгой. Короче, ребята, я не рекомендую вам баловаться батарейками, они не для этого. Можно расставить фонариков по дому, да, понакупать всяческих фонариков, больших, маленьких, расставить и ждать, пока не появится свет, а потом их заряжать. Ну, я не знаю, я начинал с этого. И скажу вам честно, удовольствие так себе. Да, некоторые люди ставят автомобильный аккумулятор здоровенный такой, вот фиг его подымешь, значит, приносят домой, зарядили там в гараже, светодиодные ленты по дому, вот. Если, опять же, никто за них не зацепится, очень хорошо, на одну комнату это пойдет, на две, на три, у кого сколько в коридор это вынести, там запутаться ночью и упасть, ну, я не знаю, кому это надо. Ну, можно этим заниматься, можно, если у вас сильно большое желание на то есть. Снова, еще один вариант, получил большую, как говорится, ажиотаж на тему, тоже здоровенный автомобильный аккумулятор, инвертор, найдите в интернете, что это вот такая коробка, значит, мы подключаем, там работаем, потом бегаем, заряжаем или что-то такое, этот аккумулятор, в общем, типа, хорошо. Ну, тот же самый минус с зарядкой, что и в предыдущем случае, где заряжать, бежать с этим неподъемным аккумулятором куда-то там и заряжать его через 3-4 дня, что я вот не понимаю, в чем здесь класс. Теперь, мой рецепт. Внимание, мастер Той расскажет вам, как он добывает свет и, может быть, вы тоже присоединитесь к такому методу. Вот. Значит, первое, что, берем бэушный бесперебойник. У меня, сразу оговорюсь, у меня их было два, и они у меня постоянно работали, не для добывания света, а просто для того, чтобы компьютеры работали бесперебойно. Или вы можете, так как и я это в свое время сделал, купить бэушный, не сильно дорогой. Так, бывает. Я не рекомендую вам покупать дорогие, потому что они вам проблему со светом, собственно говоря, решат, но они будут стоить. Итак, продолжим. По поводу моей системы. Значит, да, в интернете, вот я вам нашел ссылку, смотрите, пожалуйста, вот, залежи этого, извиняюсь за выражение, очень много. Очень много этих бэушных бесперебойников. В свое время это было очень популярно. Сейчас оно валяется, никому не нужно. Используется крайне редко. Значит, чем заканчивает бесперебойник, когда он попадает на полумусорку, или вы сможете его купить в бэушном состоянии? Почему им не пользуются и продают? Потому что села батарея. Вот. Батарейки внутри там стоят не сильно большие, вот, 5-амперная, грубо говоря, бывает 7-ми чуть-чуть побольше. Для снабжения на то время, которое она выключает, там, 4, там, часа, что-то около этого, такой батарейки будет мало. Значит, я вам сразу рекомендую покупать бэушный бесперебойник, рабочий, естественно. Там будет просто нерабочая батарея. Вот. Это уже переделанная часто. Значит, естественно, она не станет в этот блок. Поэтому, вот, видите, доработка элементарная. Продырявить здесь, вот так вот, в корпусе немножко выгрызть отверстия. И вот так подключить просто я такими удлинителями. Значит, здесь батарея сверху, бесперебойник, вот так вот. Я в конце покажу, как это работает. Под столом у меня здесь именно такая станция стоит. Ну, назовем это бесперебойная станция, неважно. Бесперебойник. Вот. С батарейкой побольше. Значит, все это добывает мне свет. Теперь я покажу, как это работает, когда у нас пропадает свет. Ну, как работает. Вот так это работает. То есть, переходник и удлинитель на, скажем, 2-5 светодиодных ламп. Из чего мы сделаем переходник для того, чтобы питаться? Из старого мониторного шнура. На барахолках у знакомого айтишника возьмите вот такую штуку. Вот сюда вы вставляете бесперебойник. Ничего не надо там ковырять, вставлять розетки. И купите вот такую вот розетку. Здесь откусите. Сюда вот так вот будет. Вот. И сюда удлинитель по дому. Все. Такое просто. Какую инспекцию внутри бесперебойника нужно провести? Все-таки бушная вещь. Значит, первое, это подтянуть вот эти вот 4 выходных транзистора. Просто подтянуть отверткой охлаждения. Никаких паст ничего сюда ставить не надо, как делают некоторые. Дальше. Это для того, чтобы это все комфортно работало. Вот здесь стоит вот такая штука. Значит, либо просто завандалить корпус аккуратно кусачками. Вот. И оставить вот это. Я даже не выпаивал здесь. Делал быстро. Спешил к следующему выключению. А вот можно выпаять. То есть, выпаиваете. Это для того, чтобы не пищало. Можно программное отключать, но зачем вам это морочиться? Значит, все. Это все. Собираем бесперебойник обратно. Провода выводим наружу. Какие плюсы такой конструкции? Во-первых, это дешево. Ну, не сильно дешево. Да, нужно купить новую батарею. Не сильно дорого. Это не сильно дорого. Зато у нас бесперебойный свет. Заметьте свет. Не рекомендую вам включать ничего токопотребляющего. Утюги и все остальное. Не надо. Значит, это разговор только о свете. Дальше. Что с этим? Будем очень удобно пользоваться. И автоматически это все заряжается. Автоматически нам подает свет. Мы даже не замечаем иногда, что он пропадает. В перспективе это все можно запитать от солнечной панели. Возможно, я этим займусь. Расскажу, как у меня это получилось. Но это ближе к теплому времени года. Сейчас бессмысленно. Минусы какие у этого всего может быть? Ну, я даже не знаю. Напишите мне в комментариях. Вряд ли вы найдете какие-то такие существенные минусы. Поскольку это достаточно старая технология. И только стоит ей воспользоваться. По сути. Некоторые говорят, что какие-то испарения будут там. Ну, да. Если вы там вандалите и что-то там открываете. И пытаетесь восстанавливать старые батареи. То, наверное, какие-то испарения потом будут. Если вы купите новую батарею. А я вам рекомендую сделать именно так. Никаких испарений не будет. Все будет надежно и хорошо. Работать у вас несколько лет. Значит, такая конструкция. Еще раз. Батареи в бесперебойнике внутри. Они долго не работают. Снаружи, я думаю, подольше поработают. Ну, два года точно. Вот. Я не думаю, что все это затянется на больше. И дай бог, чтобы было куда поменьше. Вот. Всегда задавайте вопросы в комментариях. Рад пообщаться с умными людьми. Глупые комментарии удаляю. Даже не напрягайтесь. Ну, что. Свет у вас будет. Надо потрудиться. Под лежащий камень вода не течет, как известно. И тогда свет у вас будет. Ну, пока что. Всем пока. Всем удачи. Да пребудет с вами свет. Субтитры сделал DimaTorzok